МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния. Программа «Здесь и сейчас». И у нас сегодня в гостях директор Брянского государственного училища Олимпийского резерва Алексей Солонкин. С недавнего времени еще депутат Брянского горсовета, человек, который будет курировать спорт в городе Брянске и станет председателем Комитета по культуре, спорту и молодежной политике. Добрый день! Добрый день! Ну, первый вопрос и, наверное, первое поздравление от нас с новой должностью, с новым вызовом. Что для вас, значит, это назначение? Чего вы хотели бы добиться и какая цель стоит перед вами в качестве уже председателя Комитета по спорту и молодежной политике? Спасибо за поздравления. Ну, конечно же, в первую очередь хотелось бы сказать, что прежде чем возглавить, мне по ходатайству возглавить Комитет по молодежной политике, спорту и культуре, конечно же, предшествовал выборы. И в первую очередь хотелось бы сказать своим избирателям, которые, и спортивная общественность, которые отдали свой голос за меня, ну и депутатам городского совета, которые поддержали мою кандидатуру на должность председателя Постоянного Комитета культуры, молодежной политики и спорта. Задачи, в принципе, достаточно простые и у Комитета это аккумулировать частные задачи, стоящие перед городским спортивным комитетом. Ну и Комитет еще чем мне понравился, по крайней мере, что он объединяет там три направления – это культура, спорт и молодежная политика. Это все, что связано с нашей молодежью. Мне это близко. Знаю проблемы, в принципе, изнутри, знаю позитивные моменты изнутри, поэтому необходимо, как бы, первоочердные задачи. Я сейчас делаю анализ деятельности, ну, не анализ деятельности, а анализ результатов, скажем так, развития спорта в городе Брянске. После этого я подготовлю с экспертной группой, с Мариной Валентиной Бар, мы уже договорились, что будет, ну, скажем так, это такой общественный экспертный совет, который еще более глубоко знает и проблемы, и позитивные моменты, чтобы скооперироваться и выстроить, ну, такой определенный план мероприятий, план действий, который должен быть скооперирован и с областным комитетом, при областной думе, вот, и в унисон, скажем так, заниматься развитием физической культуры и спорта, ну, а также воспитание нашего молодого поколения. Давайте возьмем спорт, да, близкое вам направление, знакомый не понаслышке Брянского, сказать, что есть проблемы, есть позитивные моменты, ну, наверное, позитивные мы всегда обсуждаем, давайте скажем, что вот, на ваш взгляд, является главными проблемными, точками спорта, развития спорта и физической культуры именно в городе Брянске. Именно в городе Брянске. Ну, конечно же, одной из самых проблем, которые сейчас столкнулись, есть задачи, это основной задачей является училище Олимпийского резерва, конечно же, кадры. Это молодые карны, молодые тренерские кадры, сейчас идет смена поколений в тренерских кадрах, поэтому здесь, скажем так, нас три атаки и наше училище Олимпийского резерва, и в этом году прием в училище ознаменовался тем, что к нам пришли не только молодые кадры, но и пришли тренеры по различным видам спорта, которые начинают культироваться и в городе Брянске, и в Брянской области. Допустим, к нам пришли два теннисиста получать специальное профессиональное образование. То есть это уже люди возраста? Уже люди, ну, скажем так, моего возраста, уже которые состоялись в тренерской деятельности, но пришли получать целенаправленно образование. Тренер по фигурному катанию, у нас тренер по лыжным конкурсам, это уже состоявшийся. То есть мне проще нашему училищу, что кача, когда молодое поколение смотрит и видит, что вот они кадры, что мы востребованы, у нас наработано с федерацией борьбы, с легкой атлетикой, то есть, допустим, он в спортивной школе является основным тренером, а эти же дети, они тренируются в школе, и у нас как педагог, то есть первое поле дня, он у нас на совмещении может быть, он преподает уроки, скажем так, отслеживает молодых звездочек, и уже в вечернее время и в другое время уже занимается тренерской деятельностью. Но это еще возможность как-то финансово. Конечно, конечно, это по спорю и финансово, да и развитие. И, скажем так, здесь идет вот в плане отсмотра еще детей, потому что вот у нас сейчас новый набор произошел, я вам хочу сказать, молодые тренеры уже, в принципе, из наших абитуриентов, из наших первокурсных сформировали себе тренировочную группу, которая, и это и хорошо, и для училища Олимпийского резерва, потому что у нас дети все и загружены, и тренируются, и идут по сфере, по своей специфике, ну и хорошо для федерации и легкой атлетики, и борьбы, то, что они уже есть из кого выбрать, скажем так, звездочек. Ну, конечно же, следующая одна из тех проблем, которая сейчас уже активно стала решаться по различным видам спорта, это, конечно, материально-техническая база, что сейчас очень сильно губернатор развернут в данном направлении, что сейчас и постройка пяти ледовых дворцов, да, у нас идет, и стадион Десна, и у нас дворец Ендоборск, конечно же, все это дает большое подспорье, где специалисты уже есть место, где уже в современных условиях работать. Проблема тренерских кадров, она не только в области-то серьезно стоит, а даже в областном центре, где есть специализированное учреждение, которое выпускает тренеров, но вот доказательства того, что работа тренеров становится снова престижной, те люди, которые в возрасте приходят учиться. Да. То есть, значит, и есть стимул, есть зарплата, то есть есть смысл получать образование даже. Не только получать образование, ну, как, мы все равно вернулись к зарплате, конечно же. Конечно, сейчас выработана такая система. Ну, как в мире мы живем. Да, да, в системе оплата труда, что чем дальше развивается тренер, больше нарабатывает не только с детьми начальной подготовки, но и чем выше результаты у его учеников, значит, нужно больше знаний, больше развиваться, нужно профессиональное образование, то есть уже, скажем так, по самому учителю уже невозможно, уже в дальнейшем, в современном мире невозможно уже достичь каких-то, чтобы дети достигли высоких результатов. Поэтому здесь идет вот такое направление. Это очень позитивно и очень приятно. Ну, вот сейчас сказали, что это дело небыстрое и дело исключительно совместное. Не так давно сменился у нас председатель областного спорткомитета, им стал Сергей Трусов, с которым вы долгое время работали вместе. Я знаю, что вы долгое время общаетесь с Александром Погорелым, который возглавляет городской спорткомитет. Вы уже как-то общались между собой? Есть мысли какие-то встретиться, например, обсудить планы, что-то им предложить, что-то от них послушать? Потому что городской спорткомитет, он же тоже... Даже комитет горсовета, это же курирующая организация. Без совместной работы, думаю, вряд ли получится. Какие вообще отношения, как бы вы могли характеризовать людей, с которыми вы будете работать? Ну, во-первых, очень приятно... Вы правильно сказали, что у нас вот два руководителя городского комитета и областного, это все выпускники нашего училища наипискового изделия. Это отрадно для нашей организации, что очень приятно. Ну, отношения доброжелательные, профессиональные. Мы очень долго уже знаем, более 15 лет друг друга знаем, не только знаем, но и работаем вместе. Мысли у нас сейчас и с Александром Геннадьевичем у нас сходятся. Мысли одно направление только, да, поддержки молодых специалистов, поддержки спортсменов, не только материальной, но и материально-технической базе, скажем так. С Сергеем Николаевичем мы после, как его уже назначили, мы уже встретились, потому что, скажем так, тренировочные мероприятия он проводит на базе нашего училища Олимпийского резерва. Поэтому было очень приятно, когда его назначили. И первую же встречу, которую мы в зале сделали, в рабочей обстановке, проговорили те вопросы насущные, которые мы только что с вами затронули. Полное понимание, полное, скажем, есть мысль и направление у него реализовать и, скажем так, устранить определенные недостатки. Ну и что у Александра, что у Сергея, скажем так, что у меня одно направление – только в команде работать. Без команды реализовать и достичь каких-то определенных задач очень сложно. И поэтому вот это вот, сейчас выстраивание вот этих взаимоотношений, область, город, да, и два курирующих комитета областного и городского, вот это тоже одна из тех первых задач, чтобы это аккумулировать и сделать, чтобы в унисон шли. И тогда, в принципе, все намного проще будет. И, скажем так, реализовать и определенные трудности, и правового характера, законодательного характера, и их достаточное количество. Ну, скажем так, одних из первых действий, которые сейчас вот произошел, да, это вот опять же в сообществе спортивном, когда была полная поддержка и правительства Брянской области, и управления по физической культуре и спортивной городского комитета, это то, что сейчас повысились губернаторские стипендии нашим спортсменам за последние, ну, более 10 лет не повышались они. Поэтому вот оно, одно из первых направлений, первых решений материальной поддержки наших спортсменов и спортивного резерва. Причем речь идет о суммах очень серьезных. Ну, от 15 до 5, это 8 тысяч рублей, это 15, по-моему, 12, 8 и 5. 5 это минимально, это самые наши детки, это только одаренное начало. Но ежегодно, в чьи не года, ежемесячно получать такое подспорье, это достаточно уже серьезный шаг и для Брянской области, да, и на фоне России, могу сказать, это достаточно высокие стипендии. Еще одна организация, с которой вам в любом случае придется контактировать и работать вместе, это Центр спортивной подготовки. Вот, на ваш взгляд, как человек, который, собственно говоря, давно в спорте, насколько вообще это действенный аргумент, действие инструмента вообще работы со спортсменами, и насколько есть результаты? И как вы планируете работать с этой организацией? Ну, этой организацией мы стояли и с моим замом, Юрием Валентиновичем Горлиным, и со всем спортивным, скажем так, сообществом нашим, я их называю, это братство, спортивное братство. Мы стояли у истоков основания данного Центра спортивной подготовки. Но я вам хочу сказать, как и в прошлый раз повторюсь, что ЦСП является кульминацией, скажем так, в системе подготовки спортивного резерва не только в Брянской области, но и в России то же самое. Поэтому сейчас данный, скажем так, Центр, он аккумулирует сейчас пока всех лидеров в своих видах спорта. Но я, насколько знаю, и уже общался и с руководителями, и с курирующими, скажем так, руководителями данного направления, что сейчас уже модернизируется, необходимо уже модернизироваться, расширяться, потому что у нас уже молодое поколение, уже достаточно серьезное. ЦСП – это та структура, которая сейчас мотивирует очень сильно спортсмены. Спортсмены уже не смотрят в другие регионы. Больше могу сказать, что даже некоторые спортсмены начали заглядываться в наш регион. Поэтому сейчас к нам в училище Олимпийского резерва приехали из дальних областей, скажем так. Но мы сейчас отсматриваем вместе с Федерацией легкой атлетики. Там из Ханды-Мансийской приехали. И из Карелии приезжают. Такие звездочки на просмотр. Поэтому из Подмосковья у нас ребята из Калуги, из Орла. Поэтому тут, и они знают, что у нас полноценная система выстроена в Брянской области. То есть и она взаимодействует, и дает свои плоды. Поэтому вот она, роль ЦСП, одна из тоже, скажем так, ключевых ролей. Мы сейчас коснулись темы строительства спортивных объектов, в которых действительно очень много строится. Но губернатор не раз заявлял, что дворцы он построит и бассейны построит. Как заполнить эти спортивные сооружения детьми? Это еще одна часть вашей работы. Это молодежная политика. Как оторвать детей от гаджетов? Как доказать, что спорт это гораздо интереснее и веселее? Тут же тоже нужна какая-то определенная программа и какие-то шаги. Потому что сами по себе эти спортивные объекты, ледовые дворцы и бассейны не заполнились. Конечно, вы правы. Я вначале сказал, что комитет, который позволен или не позволен, скажем так, доверили мне возглавить, он является культура, спорт и молодежная политика. И ставка в основном, как я и сказал, это молодежь. Абсолютно все правильно. Есть только и проекты и в партии «Единая Россия», и в федеральном уровне, и в правительстве Брянской области. Это привлечение занятий физической культурой и спортом, поколение различных возрастов. А в основном сейчас необходимо, и сейчас и большие шаги идут, это формирование мест, где это можно, то есть, скажем так, комфортной среды и спортивной среды, где это можно, где эти будут аккумулироваться. Это спортивные площадки, как в дворах, на дворовых территориях, так и на базе этих образовательных школ, при учреждениях, в парках. То есть вы видите, и площадки воркаут строятся, и современные площадки, как в лицее 1, находятся. Там вот если я так регулярно приезжаю, когда на работу еду, там оно бурлит просто. То есть очень много детей, которых хотят заниматься. Теперь самое главное обеспечить эти места, и оттуда уже абсолютно право вести отбор. Мне, кстати, хотелось бы немножко отклониться. Еще одну огромную роль, мы все забываем, это всероссийский комплекс ГТО. Он сейчас объединяет, он сейчас объединил очень всю страну, очень сильно объединил, и там мотивация очень серьезная. И там показатели тоже стоят, там более 50% детей должны сдать норму ГТО, поучаствовать, не только поучаствовать, но и получить значки. Поэтому задача стоит очень серьезная, почему и, скажем так, работа не точная должна вести, а системная и командная работа. Вот, и, скажем так, попробуем реализовать себя в этих направлениях. Проектов очень много, но самое главное, как вам сказать, есть такое, не набрать проектов и потом не реализовать. Я думаю, что на данный момент те проекты, которые существуют, у нас в Брянской области, в городе Брянске, их нужно подойти к той, скажем так, планке реализации, а потом уже думать, какой следующий проект реализовать. Потому что планка и губернаторам очень высокая, и общество все потянулось, спортивное общество реализовывать. Поэтому если взять какой-то более еще глобальный проект, ну я знаю, что сейчас активно тоже реализовывается проект, связанный с футболом, с нашим Брянской, да, и крытый у нас планируется, это крытый манеж футбольный, это один из самых массовых видов спорта. Это тоже, вот он вам, пожалуйста, проект привлечения детей, потому что материальных баз, ну, не очень много у нас, а профессиональных у нас, ну, скажем так, если уровень спортивных школ, и они в основном в школах проходят, эти занятия, то вот это тоже даст огромный толчок, или занятия спортом, а также реализовать основные показатели, которые заданы нам и федеральным, и региональным уровням. Поэтому, ну, скажем так, о мечте, давайте реализовать реальность, давайте к реальности подойдем. Ну, хорошо, тогда по-другому сформулирую вопрос. Вот сейчас вы находитесь в начале очень длинного пути, а что считали бы конечным итогом вот вашей работы на этом посту, после которой, можно сказать, я сделал все, что мог, вот... Вот результат. Вот результат. Ну, в спорте основной результат, ну, давайте так скажем, что если брать молодое поколение, да, скажем так, и, ну, спорт, физическую культуру, спорт, конечно же, это количество занимающихся, количество присвоенных разрядов, это есть спорт, количество успешных и завоеванных мест, ну, и участников, конечно, вышестоящих соревнований, это уровень Европы, мира, ну, Олимпиада, конечно же, у нас есть. Это вот, что касается спорт. А что касается молодежной политики или оздоровления, скажем так, а культуры, это, конечно же, массовость, массовость занятия и не только физической культуры, но и другими видами деятельности. У нас достаточно много развитых культурных направлений, и современная молодежная культура у нас развита тоже. Это необходимая поддержка. Это, скажем так, один из показателей, это вовлечение большого количества поколения, не только молодого, но и всех возрастов, в занятиях. Ну, скажем так, чтобы мы вышли на курган, и чтобы негде было яблоко упасть, вот это будет показательный, это один из показателей будет. Мне остается пожелать вам только удачи. Напомню, что у нас сегодня в гостях был депутат Брянского городского совета народных депутатов, представитель постоянного комитета по культуре, спорту и молодежной политике Алексей Соронкин. До новых встреч на телеканале Брянская губерния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова